Вот такие сегодня манты я буду готовить. Нежные и такие домашние из куриного фарша. Я прокрутила куриные грудки и порезала лук. Обязательно добавила воды для сочности в фарш. Посолила и поперчила. А для приготовления нам требуются следующие продукты. Вы видите их на своем экране. Для теста я просеяла 2 стакана муки. Одно яйцо. И добавить в него 1 чайную ложку соли. Все хорошо перемешать. Делаю лунку в муке. И выливаю туда яйцо. И все хорошо перемешиваю. Затем беру 1 стакан горячей, очень горячей воды. И замешиваю тесто. Добавляю 1 ст. л. растительного масла. И начинаем вымешивать тесто. Тесто должно получиться эластичным. И не должно оно прилипать к рукам. Посыпаем стол мукой и начинаем замешивать наше тесто. Мешаем до тех пор, пока оно начнет отставать от рук. Вот такое оно должно получиться. Я показываю вам. Мягкое, эластичное и не прилипает к рукам. Дочке надо пощупать тесто. Делю тесто ножом на 2 части. Беру одну часть и скатываю в жгут. Разрезаю этот жгут на небольшие кусочки. Каждый кусочек мы будем с вами катать в шарики. Чтобы потом было легко раскатывать лепешки тонкие. Со второй частью теста мы поступаем аналогичным образом. Теперь мы каждый шарик раскатываем в тонкую лепешку. Старайтесь, чтобы края раскатывались тоньше, чем середина. Для того, чтобы фарш потом у нас... Ну, для того, чтобы тесто легче было слепить. И фарш не разорвал наше тесто. Посыпайте мукой, чтобы ничего не прилипало ни к столу, ни к доске. Ну, вот еще раз я вам покажу, как я раскатываю тоненькие лепешки. Вот, видите, края немножко раскатываю потоньше, чем середину. Ну, теперь с помощью двух ложек мы кладем фарш на середину. И защипливаем тесто вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу поближе. Защипывать можно по-разному, как вам нравится. Ну, я вот предпочитаю такой способ. Вот сейчас поближе я вам все покажу. Сначала в середине. А потом по бокам мы сводим тесто к середине. Получается, как корзиночка. И вот, смотрите, вот эти две стороны я между собой соединяю, и с другой стороны точно так же. Такой способ он очень быстрый, легкий. Не надо долго с ними возиться. Теперь я беру круг от мантницы. Смазываю растительным маслом. Чтобы потом наши манты не прилипали. Вот таким образом по кругу я накладываю наши изделия. Заранее ставлю на огонь емкость с водой. Обязательно добавляю столовую ложку соли в воду. И помещаем наши манты. Убавляем огонь. Делаем его средним. Накрываем крышкой и ждем 30-35 минут. Это время рассчитано для куриного фарша. Но если у вас мясной фарш, то время увеличивается до 40-45 минут. Ну, лучше, в принципе, достать и проверить. Выкладываем манты, посыпаем зеленью. В моем случае замороженный укроп. Вы можете взять любую другую зелень. На ваш выбор. Они очень хороши со сметаной, соевым соусом, кетчупом. Приятного вам аппетита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok